добрый день мои подписчики хочу показать вам еще один уголочек своего прекрасного сада покажу вам сначала вот весь объем а потом пойдем потихонечку возле каждого растения отдельно вот начинает мою дорожку роза new star это розочка флорибунда она очень меняет цвет начинает расцветать из желтого бутончика а потом превращается в красный и до конца своего цветения у него цветы получаются как бумажные вот они уже вот отцветающие вот это бутончики начинающие на веточками растет невысокая вот перейдем сейчас на такую же флорибундочку розочка она называется хамыч бар барбара бутон сам цветочек оригинальные до такой степени красивый ажурный очень похоже на эль тора но это розочка тоже флорибунда и она высоты всего на всего 80 сантиметров ведь она небольшая даже метра и и нету сейчас перейдем на эту сторону я вам покажу свои лилии лилейники вот мои лилии розочка ровель чайно гибридная но в этом году даже аж больно ее показывать розочки после приморозков майских совершенно не такие как обычно это розочка очень крупная больно большая махровая эти какие красивенькие у нее завитушечки она тоже невысокая цветет и одиночно и цветет бутонами вот а вот сзади за него новый сорт моей розы называется ник николь макулан посмотрите роза нежно нежно розовенькая оригинально кремовая даже нельзя сказать какой внутренности получается розовенький сзади она кремовая а последние лепесточки желтенькие вот она это тоже чайный гибридно но она себя ведет роскошно свободно веточки даже вот сгибается на низ и конечно лучше бы их подвязать видите вот она наверху как она сколько в нее и бутонов сразу на одном на одной веточке и цветы и бутоны идут перешли еще к одной розочке это новомодняя как броня проклоповна говорила бело-зеленая каемочки смотрите снизу у нее зелень сверху у нее чуть уже бледнее бледная зелень очень сложно передать фотоаппаратом я пыталась сфотографировать никак не могу ее уловить ее цвет но при это самое из это называется супер green там еще мне будет еще одна зеленая но она позже рассчитает ахиноцей ахиноцейки лотикадоны собираются так там на скамсе с ночью переходим к розе дон жуан это плетучка вот но она всегда невысокая это розочка боится морозов она каждый год обмерзает и по новой начинает расти но цвет у нее красивый смотрите какой цветок видите какой цветочек оригинальный каждый бутон у розы по-своему красивый мои туники сзади у меня их 26 туй подрастают одна за другой все выше и выше так вот ахиноцейки перешли на дорожку летучими это роза летучая эльф ее любят ончить сильно бронзовки залетают в каждом цветочке каждое утро я их собираю оттуда руками жуки как майские жуки только бронзовки но ничего не так больше не любят как эту розочку эльф первые года когда она была маленькая совсем при посадке сантиметров 50 годик подрастала я ее укрывала уложила ее вниз под низом укладывала веточки что что у меня было под руками я специально выращивала декоративную кукурузу декоративные подсолнухи вот я до них вниз ее ложила потом сверху укладывала молодые ветки которых еще гнулись но через несколько лет когда она сильно уже стали ветки очень толстые и очень сложно было укладывать и один раз попыталась но к весне они сломались теперь ее просто не укладывая она у меня и так и зимует вот таком виде только весной я ее корректирую как всегда то что подмерзает верхние веточки видите как вот она тут сколько у нас уже семь лет она и вот она в такой такой высоты каждый год возвращается на свою высоту на уровень забора уже видите на уровне туй у нее что я хочу отметить больше всего меня радуют ее листики листики в этой розы эльф они глянцевые до такой степени глянцевые самые красивые листья моем саду я не знаю каких роз еще есть но у этой розочки они самые красивые вот переходим к моей следующей плетучей розочки это golden girl она желтая сейчас солнышко спряталось не видно что она желтая ну смотрите она желтая такая кремова даже ну само слово по себе говорит golden girl золотая девушка вот она вот такая но сейчас сегодня пользуюсь момента пока нет дождя обещали дожики спешу снять видео потому что неизвестно что будет после дождя с моими розами ну как всегда они немножко подпортятся вот чайно-гибридная розочка альянс она никогда не поднимается выше тоже невысокая но бутон у нее оригинальный подбивка у нее снизу белая видите белый сниз а а вверх у нее получается красный вот еще гордость моего сада эта розочка называется сэр эмануэль да она себя ведет как настоящий сэр очень широкая кремовая серединка смотрите осиновская сколько лепесточков как у нее красиво она смотрится на веточке много бутонов цветет самая ранняя самой ранней весны и вот такими гроздями 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 цветет бесперерывно это еще с мая месяца уже идет июнь она еще вся в цвету и миллион бутонов вот видите мои розочки королева сада и ее придурные лилии вот они как с ними тут соседствуют версилия видите вот она какая тоже очень густой кустик у нее компактный не раскидистый подвязки не просит бутоны очень большие зимует прекрасно никаких проблем никаких проблем у меня не было за семь лет ни разу с зимой мискорослые лилии а вот хулио и глиссиас чайно-гибридная розочка вся полосатая вся полосатая и плетучая роза и и и и и и и и и до и закрывает этот некрасивый красный забор вот эта розочка тоже меня ничем никогда не не обижала зимует чудесно я ее тоже оставляет также ничего не укрываю не только землей засыпаю как обычные кусты всех чайно-гибридных рот рот все свои 80 кустов я закрываю ведром земли и все в начале конечно при посадке были то было и спонбондом он потом вообще-то спонбонд прилипал примерзал и была проблема ее снять вот издалека выглядывает компэшн с левой стороны у меня идет дабл дилайт здесь еще под костин ну с под костином это не знаю как и сказать очень хоть и говорят что через четыре года она будет держать свои веточки ничего она не держит ветки очень гибкие очень тонкие листья конечно красивые ярко-ярко зеленые видите какие по сравнению с дабл дилайтом там темный а папа-то костин а вот листики глянцевые тоже красивые ну цветочки очень тоненьких веточках они никогда не твердеют и вот сами по себе головки так наклоняются что даже нельзя их сфотографировать розочка анастасия чайно гибридная бутон очень красивый розочка анастасия и и друг констеремон розовый она боится очень дождя чем не отличает от всех это то что она после каждого дождя они и листики начинают становиться коричневыми и теряет она свой внешний вид а так как сейчас дождей мало но она растила красавица в этом году она меня превзошла сама себя фредерико шопен роза из роз такими крупными цветами роз очень мало у меня саду их фактически несколько луи де фюнес мириан августа луиза с такими большими крупными цветами догоняет еще дабл дилайт а фредерико шопен каждый год формирует новую форму своего куста как бы ты его не обрезал он все равно себя формирует сам хочет выбрасывать вот такие одну обалденную одну веточку с таким цветком хочет вот их а 3 сразу обрезают я я обрезаю чайные гибриды как всегда все подадим после как только они сильно после зимы выходят примороженные вот я их на этом уровне и обрезаю но видите как она в этом году он какая ветвистая и цветов один за другим один за другим заходите ко мне спрашивайте